привет вам из коридорчика всем приехал на тест вот такой усилитель 1у размером очень мощный тяжелый похоже да наклеечка есть меденчина ну естественно д класс заявлена большая мощность паспорте и он абсолютно новый решено его полностью промерить как он и что он красивый тут дисплейчиком со всеми делами наверно куча будет всяких диков ну вот так оно и есть 4 канала в общем то человека который его приволок интересует мощность по канально мы ее и померяем я думаю и в легких условиях и в жестких напряжение сети стабилизировано сейчас 223 ну вот такая нагрузочка у нас будет двух киловатт на я надеюсь что она не успеет взорваться или сгореть ну и будем контролировать осциллографом выходной сигнал и мерить 5 метров старым аналоговым в 3.38 конечно полно цифровых всяких мерилок но приятнее мерить аналоговым это точно и аналоговым осциллографом тоже те кто работает много с аналоговой техникой не дадут собрать да ребят хочу сказать что это не распаковка где долго рассказывают о цвете скотча о коробочках какая какие пузыри было упаковано как быстро пришла посылка какой от нее идет запах и что будет если ее уронить нет задача видео простая примитивная я думаю то что вас интересует прежде всего мы меряем мощность ну и наверное я померяю гейми посмотрю вот или или тупо стандартный 0 децибел даже не буду особо тут изгаляться и посмотрим сколько он даст там на 2 на 4 омах даже скорее всего если 2 ом он сработает без защиты то мы все имеем калькуляторы даже в тех же телефонах и мы четко посчитаем сколько будет на 4 омах только будет на 8 сколько даже будет на 16 коэффициент искажения мерить не вижу смысла усилитель уже есть его либо надо купить либо вернуть назад если на 3 про на три десятых процента искажения не такие как заявлены в паспорте но я не знаю будете ли вы его возвращать но это дело ваше тогда уже можно померить и искажения хотя глупо производителю так подставляться и ну врать в такой мелочи а вот присутствие несущие качество фильтрации на выходе это будет видно на осциллографе включаем интересно откуда он набрал 30 градусов когда у нас на градуснике комнатная но 18 где-то вот он показывает значит стерео стерео cd значит по канально мы сможем его проверить проверять буду на 3 ома 2 ома он разрешает основная рабочая будет 4 ома скажем так вот с таким запасе по прочности посмотрим сейчас подключим суворов прогрет отключаться откалибруем 0 децибил на входе и будем исходить с такого сигнала пока сигнал я не подавал вот я его могу подать на что меня смутило это полтора вольта несущий не фильтрованы на выходе это уже на нагрузке это уже подключена нагрузка это не открытый выход ну надо сказать печально немножко сэкономили на выходной фильтрации ладно сейчас посмотрим мощность ну что дадим доступ вот здесь уже лимитер сработал у нас в итоге 64 вольта стабилизатор держит 226 вольт сутевых ну давайте считать берем калькулятор 64 умножить нагрузка у нас 3 ома разделить на 3 так что момент 1365 ватт на канал я думаю если все четыре канала загрузится то это будет немножко меньше еще потому что сейчас мы грузим только один канал что у нас пишет талмуд что нам пишет китайский талмуд китайский талмуд нам где-то табличку дал посмотрим так все там с температурой температура 40 но я правда и мощности не даю где наша мощность так четырехканальный мод где у нас он у нас обещает так это бриджи-бриджи так надо разобраться так сразу не поймешь так судя по всему это верхняя верхняя строчка таблички на четырех омах он 4 ищем что вот мы даем три ома у нас получается 1365 а на двух омах он 1870 но вот он близко очень вот к верхней строчке ну в принципе я не знаю там уже дальше как он сколько там эта верхняя строчка стоит если цена адекватная то возможно усыритель неплохой мы померили только мощность я померю еще четыре канала я думаю они будут точно такие же одинаковые бриджи не интересовали вот так как система на канала будет использоваться ну в общем то мощность есть надежности но угадать мы не можем не в англии вот такие измерения наверное там все больше не буду удлинять и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok